Она может, никакой ответ не может она давать. Далее шейх говорит Теперь, баракаллафейкум, шейх далее хочет рассказать нам по поводу Аль-Кавама, то есть попечительства, которое Аллах, Субхану Ваталу, сделал уз законный, вложил в шариат. И мусульмане до сегодняшнего дня исповедуют этот, как шариат, то есть его как шариат приняли мусульмане. Теперь хотим объяснить внизу, говорит шейх, причина Аль-Кавама, для чего нужен Аль-Кавама. Как обычно, баракаллафейкум, шейх сперва рассказывает нам ее слова. Это писательница, так называемая Зейнаб Гасим, говорит следующее. То есть хочу отметить, что Аль-Кавама дано, то есть попечительство дано, или Аль-Кавама тоже самое дано, именно в честь женщины, кто понимает это. Би-магна, مثалом, фи-халят из сафар, таким смыслом, во время сафар, ва-хада ла юмкину ан-якуна актарашай. Ва-хада юмкину ан-якуна актарашай. Можно и другие там, и много можно рассказать. Я возьму, говорю, только по поводу путешествий. Ва-хада юмкину ан-якуна актарашай. Ва-хада юмкину ан-якуна актарашай. И то, что требуется, чтобы во время сафар для женщин нужен махарам, ва-хада ла амру а'та-ху аль-исламу такриман лир-мара. Это права, это веление, Ислам дал мужчину в честь женщины из-за ее телосложения, то есть ее тело слабое, поэтому, понимаете, это сделано специально для того, чтобы мужчина был как сторож, как защитник для жены или для женщин. Это только было по причине того, что в те времена было трудно и сложно путешествовать. Смотрите, она что говорит? Значит, сейчас легкое все там, муж сопровождает, в аэропорте, как в Египте, очень много часто видим такое бараклафикум, все там, другой человек встречает, вот так и на самолету, Аллаху Алям, что будет там. Понимаете? Я скажу, шейх говорит, так как она говорит, что то есть попечительство дано, это только ради чести и уважения женщин, она хочет сказать, что кавама это ее права, над мужем. То есть она утром встает, говорит, что возьми, мои чемоданы, поехали. раз, мужчина встает, слушаюсь и повинюсь, где твои чемоданы, там все хорошо. И грузит там, она идет вперед, назад, потом, значит, и так далее, бараклафикум, понимаете? она хочет сказать, что мужчину отдал Аллаху, такое кавама это в честь женщины, мужчина обязан, он делает это, выполняет, как служба для женщин, служащих. Шех говорит, что это такое понимание, вот эта женщина, только она самостоятельна, то есть она единственная, кто понимает такое. То есть это такое понимание, только эта женщина, то есть Зайнаб Гасип, понимает такое. А что касается ученых, то понимали не так, как поняла эта женщина. То есть понимание, эта женщина другая, а понимание ученых вообще другое. Кур'ан и сунна пророка, саллаллаху алейкум, указывает против понимания этой женщины. Аллах, субханаху, в Коране, в Сура, в 34 аяте говорит следующее. Мужчины, являются попечителями женщин, потому что Аллах дал одним из них преимущества перед другими, и потому что они, то есть мужчины, расходуют из своего имущества праведные женщины, покорные, и хранят то, что положено хранить в отсутствие мужей, благодаря заботе Аллаха, а тех женщин, непокорности, которые вы опасаетесь, боитесь, что они вообще из рамки выходят, увышивайте, то есть на всех отделах эти наставления, избегайте на супружеской, супружеском ложе, вот где спите, там отдельно лежите, да, и побивайте, побивайте. Если же они станут покорны вам, то не ищите пути против них. Воистину, Аллах возвышенный, значит, ин Аллаха кана алиян, возвышенный, кабиром и большой. Вот здесь Баракаллах посмотрите, она, она, как было сказано в прошлых уроках, какой-то час аята говорит, а дальше не говорит. Там, значит, почему здесь сказано, что праведные женщины, да, которые покорнее, это, 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 да, а потом посмотрите, в конце говорит, что если они непослушные, там, то наставление дайте, то отделяйтесь, это этапно, а в конце потом бейте, говорит, чтобы там сняки вели и так далее, видеть, Баракаллах почему эти слова не читают, да, шайх говорит, этот аят, говорит, указывает на много вещей, на много пунктов, из этого аята можно брать очень много, говорит, выводов, в том числе, «Анна Аллаха шара'ал кавамата лир ржали аля ниса». Первый этап, то есть, в том числе, «Аллах, субханаху ва таля, узаконил алкавама, то есть, попутчительство для мужчин над женщинами, ва хиасиадетун лир ржали аля нисы». Это как руководство мужчин над женщинами. «Аллах, субханаху лир ржали аля ниса». Аллах, субханаху ва таля, причину тоже говорил. Причина это потому, что Аллах, субханаху ва таля, мужчинам дал предпочтение, чем женщине, или над женщинами. «Ва кад байянту хадихи лужуха фимасалаха фи хадал бахфи», говорит. «Я на самом деле по этому поводу говорит, об этом говорит, говорит, в прошлых уроках, говорит, именно по этому обсуждению, в прошлых уроках говорит, я рассказал, говорит». «Ва аиллятун ухра», здесь есть еще другая причина. «Ва хиа», это сосреди чего, «бима анфаку минал мухури», потому, что мужчины еще, плюс к этому, они расходуют, то есть, они дают махар, махар дают, «ва анафакату шакха» или большие трудные расходы дают в честь этой женщины. «Аллятин ла ата хаммалу ха илля ржаль», такие большие расходы есть, баракаллафикум, значит, только мужчины могут поднять это, баракаллафикум, женщины, не как, например, сувенир или какой-то недвижний сам взят и на шифернер поставят, каждый день тряпку взял и протирать ее там, пил. Нет, баракаллафикум, она двигается, она кушает, хочет, она хочет одевать, она удобства хочет, и так далее, баракаллафикум, опять придется мужчина больше расход баракаллафикум, когда ребенок появится на свете, опять начиная от памперса до молока и так далее, баракаллафикум. Все это расходы, баракаллафикум, и еще, мы не говорим, речь идет о воспитании, потом, да, особенно в наше время еще хуже, еще тяжело стало, раньше баракаллафикум ничего не было, и женщины молчали, понимаете, баракаллафикум, раньше, например, разве говорили, что вот ребенок родился, теперь я не хочу там чистить, он или она это ребенок намочил, или там грязь сделал, я не хочу не от баракаллафикума, в нашем случае молчали, и числи, баракаллафикум, хотя, сейчас еще есть, есть такие женщины, понимаете, а сейчас в наше время все деньги стоят, а лави, тушаккилю, тушаккилю, а в тушккилю, фи-хи-ан-нафкад, еще расходы, что делать, тяжко делать, еще больше делать, валь-мухура, в наше время еще больше, махр, надлежит над мужчинами, да, сейчас не каждая там женщина за какой-то маленькой ценой, там, замуж выходит за тебя, чтобы ты за копейку взял, а баан саккилю, это очень тяжелая, говорит, у меня уссури, например, сейчас такое время, мировые времена, крепость живем, не дома, которые из глины, баракаллафикум, сейчас дома состоят из крепости, баракаллафикум, и мебель, не говорите, да, еще, мебель, валь-эсэх, это мебель, такие, как, например, саджат, например, ковры, валь-кануб, кунуб, это, значит, кресло, разновидные, там, гарнитур, и так далее, валь-мухура, еще, если теплые страны, то кондиционер, я хочу, говорит, она, я замуж не буду выходить, пока дома, где я там, с тобой буду жить, говорит, там, ковры были, там, да, кайракумские, или там, кунуб, и шифонеры, и так далее, не было, да, стенки, я не знаю, как называется, я вообще, это не знаю, хамдан, мы в такие времена, женились, такие, эти не были, привыкли, мы до сегодняшнего дня, валь-мухаяфат, и кондиционеры, да, нет у нас, боимся, вентилятор ключи, потому что запись испортит, валь-хаватив, и телефоны, и мобильные, там, обязательно еще, нуки требуют, есть женщины, которые только хотят, чтобы нуки были еще, я знаю, еще матафон, мегафон, я не знаю, еще какие там, это, некоторые братья знают, валь-мухаяфат, и другие требования для женщины, это уже не буду причислять, начиная от духи, кончая, да, другие там, это пудра мудрит, есть такие, говорю, его количество требований, женщины, не кончается, особенно, кто имеет интернет, этой женщины, и который телевизор имеет, любое украшение, как сегодня показывают, завтра на рынок есть уже, а на рынок есть, надо уже требовать мужа, если не возьмать, все, кушать нет, то там, не хочет хорошо разговаривать, вот так, трудно будет, понимаете, не все же, есть такие женщины, аль-умур, лати афкалатир ржала, биддуюн, аль-банхиллах, то есть, сегодня такие дела, говорит, появились, что мужчины, говорит, попали, очень в трудном положении, по причине, там, вошли, очень тяжелым, дуюн, в долгах попали, почему, в долгах, сегодня, там, есть, такие, братья мусульмане, сегодня, женился, через месяц, уже в России, или там, в других местах, на заработках, почему, потому, что в долгах, артист был, надо, родственник, надо, это, надо, то, понимаете, все, разумный человек, он еще говорит, что на самом деле, это права, кавама принадлежит только мужчине, потому, что откуда женщина, там, кастра, там, крепости, и так далее, я говорю, да, поэтому, Аллах, субханаху, после этого, что сказал, говорит, что, то есть, праведные женщины, теперь, это насихат, потому, что сегодня, если такой насихат, не был бы, баракалавикум, то женщины, вообще, наша спина, давно, сняли, сломали бы, баракалавикум, Аллаху Аля, как ходили бы, понимаете, видите, Аллах, субханаху, а та аля, чтобы, женщины, вот, не соблазнялись, там, или, не обманывались, этим мирскими украшениями, сразу, Аллах, субханаху а та аля, дают наставление, говорит, праведные женщины, покорные, и хранят, да, то, что положено, хранить, в отсутствии мужей, благодаря заботе Аллаха, нам. Теперь, послушайте, говорит, шейх, женщина, праведная, послушная, сознательная, она чувствует, вместо мужчины, вот, вместо мужчины, где, на какой степень, ее муж стоит, она знает, если, на самом деле, она праведная, она послушная, она сознательная, она ощущает, чувствует, бимакан, это, вместо, или степень, мужчину, бима фаддалаху Аллах, такую, такую, он сам себе не отдал, Аллах предпочтение дал, эту мужчину, а эта женщина чувствует, ва бима юанихи, она знает, то, что переносит, тяготы, или трудности, да, амин айба, анафакат, да, и, скажем, расходы, все расходы, праведная женщина знает, субханаллах, если, женщина неправедная, похоже, что, вообще, не только, что глаза, вот мигает, ничего, как будто нету, всё принеси, принеси, домой, опять говорит, что нету, нету, сразу пример, вот соседка была же на втором этаже, вот была же на первом этаже, вот если там соседка, которая начинает, причислять, причислять, то, что из окна видит, то, что из телевизора видит, сразу, значит, значит, подключает вот автоматические, Там стрельба есть, баракаллаху фикм, автомат И без остановки там есть Хотя однострельные там немного мужчины Могут выдержать, но когда Баракаллаху фикм сразу 32 пули Это уже тяжело будет Мужчина А праведная жена все это понимает, понимаете Не надо рассказать ей Она знает, что Каждый раз, когда мужчина там Расходит там или покупает дома что-нибудь Она что говорит Понимаете Баракаллаху фикм, когда из дома выходит Дуа делает, что из-за нас Например, не мучай себя Осторожно веди себя Правда же она так говорит Постарайся, чтобы каким Значит Халяльным путем нам Хоть какой-то копейку ты принесешь Постарайся, чтобы там харам не был Нам не нужны Значит, большие деньги В которых есть харам и так далее И так далее, да Женщина знает Мужчина то, что расходит Говорит свою силу На этом пути Фи хадас сабиль Фа яхмилуха Хадал ваай Вот это все Вот это, значит Сознательность Приведет праведную женщину Ва хадас шуур Это чувство Сознательное чувство Приведет женщину К чему? Приведет ее Приведет ее Это значит Повинуется Фи адабин Адаб соблюдает Право, хорошее поведение Начинает почтить или скажем уважать мужа или мужчину Это такой мужчина Который Она чувствует Ошушает Из глубины своей души Она чувствует Не поверхности Там А так Показуха Она чувствует С глубокой душой Местонахождение мужа И она чувствует Что он на самом деле Имеет права Над ней Ее приведет Это понимание Понимание Это Большая шасси Баракалавфикум Такое великое понимание Приведет ее То есть Она потом начинает Благодаря это понимание Начинает Соблюдать Сохранять Ее честь Свою честь И честь мужа И почет мужа Например Не оскорбляет Например Не унижает мужа Там Некоторые женщины Баракалавфикум Когда другой женщине Там рассказывает Хорошие там Поведения мужа Потом говорится Субханаллаху Пусть будет смерть Моего мужа А он такой Он не смотрит Даже Баракалавфикум Кое-какие недосадки Будет Женщина должна Значит Сохранять Честь мужа Ее ошибку Не надо Другим Значит Женщинам Рассказывать Баракалавфикум Такие случаи Были Такие скандалы Вели Баракалавфикум Я сам лично Например Слышал Как Такие скандалы Рассказывали И что Дело Не дошло До развода Понимаете Баракалавфикум Баракалавфикум Мужа Копейк не дает Чужим Понимаете В его присутствии И в его Отсутствие Есть такие Баракалавфикум Особенно Субханаллах Не буду Рассказывать Я был на Кавказе Баракалавфикум На Кавказе Был Когда Куда Идешь Естественно Баракалавфикум Надо Какие-нибудь Продукты И так далее Халальные вещи Как Моя мама Всегда Говорит Что Мертвый Из могилы Значит Чистый Не встанет Моя мама Всегда Говорит Значит Хафидаллах Та'ала Говорит Что Мы не поняли Это что Знаете Вот Когда Мы С мамой Куда-нибудь В гости Ходили К сестрам И другим Родственникам Она Сказала Что Давай Что-нибудь Покупай Я говорю Обязательно Чтобы Покупать Она Такую Поговорку Говорит Что Мертвый Даже Из могилы Чистый Не встает То есть Какой-то Песок Земли И так далее Бывает То есть Куда-то Надо Идти На руках Хотя бы Какие-то Сладости И так далее Если Такой То Ничего Страшно Барак Но Вот Были Такие Случа Субхан Аллах Вот Сейчас Мы Идем Особенно Когда Мужчина Женат На Такую Сестру Мусульманка И эта Сестра Мусульманка Имеет Еще Несколько Сестер Да Вот И Встречается Там Какой Харам Если Попробовать Сказать Харам Другим Твоим Сестрам Не Посмотреть Нельзя Невозможно Если Женщины Понимают Невозможно Объяснить Понимаете И потом Сразу Она Говорит Что Наш Закон Такой Вот Когда Первая Сестра Имеет Такое Появится Надо Она Так Маленькая Ее Надо Такую Сумму Отдать Хорошо Слушаюсь И повиняюсь Еще Еще Старшая Сестра Которая Четыре Детей Ее Надо Такую Сумму Отдать Вот Такие Барак Лафикам Ненужные Там Показух Это Все Понимаете И потом Начинает Этот Зят Сам Почетный Зят Считается Почему Потому что Субхан Аллах Как Он Возвращается С Лилинграда Вообще Там Член Всей Нашей Семьи Обеспечить Деньгами Это Варак Лафик Это Противоречие Шариата Понимаете Нам Понимаете Шаг Говорит Что Иногда Бывает Что Праведная Жена Женщина Какое-то Своеобразное Бывает Понимаете Лакин Не Все Праведные Женщины Они Одинаковые Говорит Лакин Дайф Ат Идрак И Вал Фахм Помимо Того Что Она На самом Деле Праведная Жена Или Женщина Но Все Равно Она Говорит Дайф Ат Идрак Она Значит Поздно Ошушает Ее Ошушение Ее Понимание Ее Чувство Слабое Понимаете Бывает Например Часы Есть Хорошие Прекрасные Часы Раз Видите Что Раз Придется На голову Ударить Немного Потом Некоторые Женщины Так Бывают Правильно Маш Аллах Иногда Хорошие Но Трудно Понимает То есть Несмотря Что Она Правильная Женщина Но Туго Понимает Есть Еще Женщина Которая Неправильная Да Вот Это Ту И Эту Женщину Говорит Вот Это Значит Слабое Или Там Трудное Понимание Приведет Непокорность 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 Вот Это Характер Приведет Женщину К Непокорности Непокорности Непокорность Непокорность Что Он Является Попечителем Над Непокорность Есть Такие Женщины На Если Не Дай Аллах От Непокорность Произойдет Случай Нюшу Специальные Аяты Которые Мы Прочитали Если Не Дай Аллах Такой Болезнь Появится В Семь Говорит На Всем известно, что Аллах мужчину дал права в применении права Аль-Каввама, то есть уже на основе права попечительства он уже другую праву применяет. Первое, что он может делать, дает ее наставление. Но если мужчина имеет что-нибудь база из Корана и Суна, если там из телевизора, из телесериала, из Санта-Барбара, я не знаю, как может жену наставление делать Баракалавико. Мужчины на занятии не присутствуют, времени нет, с утра до вечера, когда сестра мусульманка говорит, что с утра до вечера там телесериал смотрят, а времени нет, учеба. Да, и себя считают мухаджирами на Белгии или, скажем, Австрии. Они мухаджиры из Чечни делали, из куфра, по их мнению, там, из Ширки к Ширку, из куфра к куфру. Я не знаю, такое хиджра, в истории нету. Понимаете? Я не знаю, как он может делать это. Мужчинам тоже надо задавать такой вопрос, какое наставление ты делаешь? Поэтому, Баракалавико, когда мужчине многие пустые голова, сразу третье мнение. То есть ни наставления там охоты нету, ни Калаллах, ни Калалрасула, времени нету, потому что если даже есть время, нету в голове ничего, Баракалавико. Да, один раз я говорю, что боюсь Аллаха, я муж. И там, значит, сразу к третьему приему там футбол делать. Понимаете, Баракалавико, это разве уже закон Аллаха? Первая очередь тоже надо насыщать, наставление делать. Боюсь Аллахом. Пророк, саллилаху алейкум, саллилаху алейкум, саллилаху алейкум. Так все, что мне с вами прошли. Пугать ее от Аллаха. Боюсь Аллахом. Боюсь Аллахом. Я никакой там вред не владею. Я пользуюсь от Аллаха, поэтому боюсь Аллаха. От наказания Аллаха надо богать ее. Если ты не будешь послушаться ко мне, к мужу, то проблемы будут. Я могу тебе ничего не говорить, я полагаюсь на Аллаха. Я отдаю тебе Аллаха, если накажет, потом его наказание сильнее и так далее. Напомнить ее свои права над ней. Ты разве забыла, когда мы женились, имам или скажем, кто-то сказал, или я тебе сказал, что мои права так быстро забыла и так далее. Если она делает тоуба, вернется к правильному напоминанию, то это хорошо. Это хорошо, если она вернется. Иначе говорит, что Аллаха переходит к другому лечению. Если одно лекарство не помогает, доза значит меньше, то к другому лекарству, которое двойной дозой у него есть. Это что? Или Аллаха, то есть прекращать общение или бросать ее. Не так там дома бросать. Если женщину оставлять дома, тем более телевизор, это есть. Вообще жизнь не будет тебя спрашивать. То есть постель надо, ее постель оставлять надо. Если она еще продолжает свое заблуждение, свое ослушание. Некоторые женщины говорят, что нет, убирайся, спокойно будешь спать с людьми и так далее. Нет. Видите, шайх тоже, кажется, говорит. Он, это мужчина, перейдет к другому применению, к другому лекарству, говорит. Это удар, бить. Шайх сразу говорит, что не мучительный. Не такое, чтобы, например, синяки были, или там глаза из корпуса вышли, или нос ломать, потом сели в месяц или год в больнице бегать, и опять двойной, тройной, и там расход делать. Нет, баракаллах. Нет. «Не, не, не, не». Если она не начинает соблюдать после третьего, значит, приема, то он имеет право ей давать развод. Понимаете? Или она что делает? Откупается. То есть свое право, которое над мужем снимает. Она может говорить, что давай не делай мне талант, я тебе не буду требовать, например, скажем, что, то есть не корми меня, мои родители не будут корми, только мне не давай развод. Или, например, она говорит, что давай, мне не давай развод, женись на другую сестру мусульманку. Понимаете? То есть она откупает себя от мужа. Понимаете? Есть выбор, например, или он дает талант ее, или она уступка делает от кое-какие свои права. Но мужчинам необходимо, баракаллафикум, соблюдать очень осторожный бит и справедливый способ. Некоторые мужчины специально давят женщину до такой степени, чтобы она сама сказала, дай мне развод. Или, например, она сама сказала, что теперь женись. Нет, баракаллафикум. Так тоже нельзя. Все, что было сказано, это исходы или происходят от кое-каких. Все эти пункты можно выполнять на основе кавама, попечительства, который Аллах, Субхану Ва Таалу, отдал это мужчинам. Мужчинам это над женой отдал. Аллах, который он халак, создатель, ал-алим, знающий. Он знает, кто способен выполнять или кто достойен поднять эту тягость кавама. Это то, что есть, можно брать от этого господный текст или рассказ, можно получать такой вывод. Это то, что понимает каждый верующий, разумный, который понимает язык Кур'ана и понимает исламский законодатель. Вот из чего состоит Аль-Кавама. В следующем уроке, иншаллах, будем читать слова шейха Аль-Хафида ибн Катир. Толкование этого аята. Мужчины являются попечителем для женщины или над женщинами. Из чего состоит, что говорит, какие толкования делает Аль-Хафида ибн Катир. И, иншаллах, в следующем уроке, если, иншаллах, будем читать. И в завершение прошу Всевышнего Аллаха, нас и мужчинам, и женщинам сделал из числа праведные мужчины и праведные женщины. Просим Всевышнего Аллаха, чтобы мы понимали все свои права и обязанности и соблюдали, это как Аллах Субхану и Тааля, будет ад-давулин. И саллиллахумма, и саляма аля Набийна Мухаммадин. Баракаллаху фейкум.